Я люблю тебя, Самара! Любимая Самара вскоре отметит свой 429-й день рождения. В преддверии этого праздника каждый житель сможет поздравить и признаться любви любимому городу. Самара, я люблю тебя! Я люблю Самару. Особенно я люблю Самарскую набережную. Там мне нравятся пляжный волейбол, ролики, ну и особенно люди, которые живут в этом городе. Любимый город, поздравляю тебя! Я очень люблю Самару. Особенно за ее месторасположение и за климат. У нас самая большая набережная и пляж. И самые красивые девушки. С днем рождения, любимый город! Я горжусь Самарой за то, что очень много знаменитых людей прославляют наш город. С днем рождения, любимый город! В нашем городе улучшается инфраструктура, улучшаются дороги, убираются парки, убираются дворы. С каждым годом все становится все чище и чище. Я люблю Самару. Я хочу здесь жить. Рассказать о чувствах к своему городу сможешь и ты. Всю информацию лови в эфире телеканала Самара ГИС. Ну и, конечно, не забывай принимать участие в конкурсе. Выкладывай свое фото признание в инстаграм с фэштегом Самара429. И, возможно, именно ты станешь тем самым счастливчиком. Я люблю тебя, Самара! Красивое и разное, новое каждый день и каждый час. И все это про Самару. В эти выходные наш город будет отмечать свой день рождения. Каким он станет, узнаем сегодня. Меня зовут Инесса Панченко, а в нашей студии Татьяна Шестопалова, руководитель Департамента культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Самара. Здравствуйте. Александр Завальный, главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки. Здравствуйте. И Павел Яров, координатор фестиваля молодежной культуры «Старт». Добрый день. Итак, поговорим сегодня о том, что же предстоит нам в ближайшие выходные. Наш корреспондент Парьяна Мирная в одном из своих репортажей сказала, что это будет праздничный литературный колондайк. Это действительно так? Насчет колондайка, не знаю, Александр Никитирович, насчет... Ну, раз говорят. Ну, раз говорят корреспонденты ГИСы, значит, так она и будет. Не стоит подводить. Не стоит подводить, однозначно. Ну, если говорить действительно о теме, которая стала сквозной для празднования Дня Города, мы эту тему обсуждали в администрации города. Олег Борисович, глава администрации городского округа Самара, просил нас очень серьезно подумать над тем, какой мы все-таки сделаем выбор в этом плане, что же будет сквозной, интересной, который объединит всех, не только День Рождения, не только любовь к нашему городу. И поэтому Год Литературы нас подвиг к тому, что общей темой празднования будет, конечно, литература. И все праздничные мероприятия, они будут посвящены литературу, литературе, книге, слову, писателю. Произойдет достаточно много интересного. Вне зависимости от того, спортивные это мероприятия, концертные ли программы, театральные ли это проекты, большой ли эстрадный проект, это все будет пронизано исключительно темой литературы. Мне кажется, любое празднование Дня Города – это еще и возможность что-то о нем узнать, узнать что-то новое, может быть, где-то погрузиться в историю. Наверное, мало в городе людей, которые знают о Самаре столько, сколько вы, Александр Никифорович, в интернете, в различных источниках, везде, где пишут про Самару, очень часто употребляются такие выражения «впервые в России то-то», «впервые в мире то-то», «самый большой в мире там-то». Насколько действительно вот мы первые в мире? Действительно, во многих случаях мы были первыми в мире. У нас была первая в мире кумысо-лечебница, где происходило лечение на научной основе. У нас была первая на территории современной России пастыровская станция. У нас открылось первое в Российской империи земское собрание. У нас здесь, на Самарской земле, родился вальс на сопках Маньчжурии. Здесь впервые была исполнена 7-я Ленинградская симфония Шостаковича. В 1618 году Самара стала столицей Российской Демократической Федеративной Республики. В 41-м – запасной столицей. Поэтому действительно очень много позиций, по которым Самара держит приоритеты, особенно по части истории. Татьяна Викторовна, какими силами, возрастными и социальными группами будет нынче подготовлен сам праздник? Дело горожан только прийти и посмотреть, или все-таки каково участие? Вы знаете, уже 5 лет мне совместно с моими коллегами и достаточно большим количеством единомышленников, и, наверное, в меньшинстве это будут люди, которые работают в структуре администрации, а большинство людей – это историко-краеведческое сообщество, которое представляет сегодня Александр Никифорович. И большой объем информации и сил мы черпаем из того творческого пласта, который у нас сейчас есть в Самаре, разные совершенно возрастные группы. Павел сегодня очень интересно и подробно расскажет о том, как пройдет интересный проект на первой очереди, набережный фестиваль молодежи, культуры и спорта «Старт», который уже проводится в Самаре, не первый год. Поэтому здесь мы всегда стараемся максимально пригласить жителей, гостей нашего города не просто выступить наблюдателями, а крайне прийти и посмотреть, услышать, а прежде всего стать участниками этого проекта. Вот поэтому особенность, вот особенно в этом году, мы обратили внимание на то, чтобы каждый пришедший на набережную мог стать участником, что-то увидеть, естественно, купить, взять себе на память какие-то предметы, поучаствовать в создании чего-либо, стать зрителем. На мой взгляд, очень интересных достаточно проектов, которые будут представлены 13 сентября с 12.00 до 22 на Самарской набережной. Проекты очень разные. Немножко проиллюстрирую. Если взять вторую очередь набережной, уже теперь станет доброй нашей городской традицией торжественное мероприятие, которое пройдет в 12 часов у памятника князю Григорию Засекину. Это и награждение, и слова благодарности тем людям, которые живут и жили в нашем городе. В изложении цветов мы приглашаем всех жителей и гостей города прийти в это время к памятнику и поучаствовать в этом торжественном акте. Детская площадка, театральная площадка, площадка экранизации кино. Достаточно интересный интегрированный проект «Читающий город». Код литературы. Самара – библиотечная столица осенью. Весной у нас прошел замечательный конгресс библиотекарей в Самаре. Мы постарались здесь действительно пригласить к участию 8 библиотек нашего города, и государственных, и муниципальных. Это издательства, это организации, которые осуществляют продажу книг. Много интересных будет там на стендах представлено диалогов. Александр Никифорович Завальный, сегодня находящийся в студии, даст свою автограф-сессию техпечатных изданий. Это уже бренд праздника. Это уже бренд праздника, да. Борис Кожин на одном из стендов. Также будет возможность пообщаться с этим удивительным человеком, хранителем тоже нашей истории и документального кино Самары Куйбышева в разные периоды времени. Библиотека для слепых, казалось бы, что может быть, но у каждого из нас будет возможность написать пожелание Самаре по рельефно-точечному шрифту Брайля, да. Это всегда же непонятно, как человек, слабовидящий или невидящий, читает все-таки книгу. Это действительно уникально прикоснуться к тому, что есть у других людей. Областная библиотека, опять же, проект Александра Никифоровича, «Сто лет в истории Самары», я правильно сказала? Там сто самых интересных книг, да. Да, потому что здесь интерактивная панель, которую Александр Никифорович совместно со своими коллегами в областной библиотеке создавал. Журналы и газеты, что писали о 13 сентября в разные периоды времени. «Юношеская библиотека» — это в центре всего комиксы, созданные самими же молодыми ребятами. Очень много и проектов, связанных с хендмейтом. Например, чудесно будет представлен, я везде на всех эфирах это рассказываю, наиболее крупное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого. Это 90 томов, это всегда стоит посмотреть. Либо миниатюрные книги, самые маленькие книги из коллекции чудесного, совершенно замечательного человека Рочкиной. Воссозданный будет интерьер Александровской публичной библиотеки, где можно будет увидеть артефакты практически двухсотлетней истории. И много-много интересного найти на этой площадке, поучаствовать в создании огромного панно «Самара», где каждый может прокрасить его своим собственным цветом и красками, поучаствовать в мастер-классах. «Самарская слобода». Здесь истории, здесь традиции, связанные с музыкой, танцевальной культурой, гончары, ремесленники, резьба по дереву. И все это приходим, участвуем, смотрим, берем себе на память, оставляем свои ощущения. Да, вот именно участие. Самарский хоровод, театральная площадка с портером, удобно, комфортно. Я не только могу прогуляться, но я могу и присесть, посмотреть выступления и представления наших самарских театров. «Самар» – это зримая песня. «Самарская площадь», культовый спектакль, играем битструба. Тольяттинцы приедут, молодежный театр со своим проектом. «Витражи и кукольный театр для детей», «Лукоморье», «Задумка», «Пластилиновый дождь», который все эти процессы будет интегрировать и покажет свой спектакль «Белый снег». Много-много-много интересного будет и на этой площадке. Экранизация кино, потому что с киноискусством Самара тоже очень тесно связана. Не только оригинальными сценариями известного фильма, фильма, который знает практически каждый, живущий в России, «Белое солнце, пустыня», «Тревожные ночи в Самаре» Кондратова, «Хождение по мукам». Но более того, опять же, приглашаем к участию горожан, мы можем поучаствовать с вами в создании документального фильма о Самаре, выбрав для себя ту или иную историческую эпоху, одев тот или иной костюм, поговорить с чудесным совершенно человеком Михаилом Перепелкиным и рассказать свою историю о Самаре. Либо, например, страницы уже, конечно, не российского, а индийского кино, такой «Болливуд-студия». Это что-то будет достаточно интересное и большой такой... Для тех, кто не хочет про Самару рассказывать. Нет, ну, это больше, так скажем, для вовлечения людей какой-то вот, более веселый диалог. Площадка, связанная с литературой уже, и с писателями, и с Самарой, потому что наш край, наш город действительно славен огромным количеством людей, которые и родились в Самаре, которые писали о Самаре. Саня Кивич может проиллюстрировать, да? Ну, тут длинный ряд, тут начинает Алексей. От Дмитриева, который родился на территории современной Самарской губернии, русский фонтен-баснописец. Алексей Толстой, который родился в территории Самарской губернии, учился в Сызарском и Самарском реальных училищах. И, Татьяна Николаевна, наверное, стоит еще раз напомнить, что это будет сентябрь, и сентябрь будет не случайно, потому что в Самаре, наверное, это знаковый месяц. Во многих городах России, наверное, в большинстве, одни города проходят в сентябре. Но у нас сентябрь не только поэтому. С сентябрем связано очень много событий в самарской истории. Даже трехсотлетие Самары в 1886 году по новому стилю мы отмечали в сентябре. И 13 сентября, получается, как очень интересно, 13 сентября 1990 года наш самарский городсовет, депутаты городского совета приняли решение о том, что к городу возвращается историческое название Самары. Потом было решение областного совета, потом был указ 25 января 1991 года, мы будем отмечать. Но Самара заявила о себе 13 сентября 1990 года, когда самарцы сказали, мы хотим опять вернуться к своим историческим. То есть ровно в день празднования города мы отмечаем 25 лет. Да, случайность, видимо, не бывает. Открывалось очень много учебных заведений, так же, как, наверное, этот сентябрь, не исключение. Да, да. Действительно, вот, перебивая, так скажем, творческий проект, Александр Николаевич Провеливо говорит о том, что традиция открытия новых учебных заведений, либо каких-то других учреждений, связанных, либо с культурой, либо с спортом, она уже на протяжении не одного года есть в Самаре. Мы открываем библиотеки, домокультуры, детские сады, образовательные учреждения, те, которые либо открываются, либо находятся в процессе ремонта. То есть вот эти добрые традиции, они продолжаются у нас и сейчас, потому что мы видим, как преображается город. Мы видим, насколько он становится совершенно другим. Если возвращаясь вот к событиям 25-летней давности, 13 сентября, это далеко не в рамках агитационной кампании, но так действительно сложилось, что мы выбираем городской совет народных депутатов. Вот что называется история. Но говорят, что ничего не случайного. Нет, ничего абсолютно не случайного. И если продолжать о том, вот от писателях, будет нами подготовлена очень интересная, познавательная, как мне кажется, более познавательная выставка именно о писателях из Самары, классиках и современников. Современники и в этот день будут на площадках. С каждым из них можно будет встречаться, поговорить, получить у них автографы в том читающем городе, который будет у бассейна ЦСКА ВВС. Поэтому как-то постарались достаточно очень многое собрать, но при этом при всем спрашивают не скучно. Я говорю, нет, это всегда интересно узнавать, быть вовлеченным в процесс, давать друг другу ощущение радости. Ведь придут, прежде всего, в первую половину дня, это люди, как правило, приходят семьями на набережную. Если посмотреть, как вот она наполняется, полное имя, мест отдыха. Безусловно, детская площадка, она будет работать в районе Первомайского спуска. Приглашаем наших горожан в литературных костюмах, в конкурс литературного костюма. То есть они должны сами прийти? Конечно, можно прийти, там будут коллеги наши проводить. Конкурс литературного костюма и вручать подарки, и призы. И, безусловно, четвертая очередь набережной, она будет жить такой более популярной музыкой, но не совсем только популярной музыкой. С пяти часов уже будут звучать первые музыкальные ритмы и начнут свою программу наш многонациональный культурный город. Выступят 20 с лишним коллективов национально-культурных автономий. Посетит в этот день Самару наши друзья из Белоруссии, группы «Сфачино» и исполнят свои произведения, лучшие произведения группы песняров, которые известны не одному поколению. Артисты самарской эстрады Юлия Денисова, Марк Левиант исполнят свои произведения не только о Самаре, а их произведения, написанные самими этими авторами. И уже концертная программа в 20.00 начнет выступление известный уже коллектив Михаила Борисовича Турецкого, который привезет в рамках своего 25-летия проект, связанный с лучшими песнями разных поколений. И возможности, особенности этого проекта, который разрабатывал сам Михаил Борисович, заключается в том, что спеть мы сможем все эти песни вместе. Уладьи. Вот очень разнообразная программа. Мне кажется, сожалеть можно только об одном, что, наверное, не получится одновременно быть во всех местах и посмотреть все-все-все. Можно. То есть, если очень озадачится этим, то вполне возможно. С 12 до 22.00 Михаил Борисович в финале, естественно, исполнит наиболее, наверное, известную и объединяющую всех россиян какую-то музыкальную композицию. И после этого праздничный фейерверк традиционно с «Волги» «Ладья-20.00». Мы будем рады очень видеть всех наших гостей. Павел, мне кажется, у вас есть такая опасность. Нет, есть такая опасность, что все пойдут в литературном направлении, потому что очень много интересного, рассказала Татьяна Викторовна. Но на самом деле, я думаю, что вы тоже знаете, чем привлечь людей. Я сейчас скажу, поверьте, мне интересно, будет разным возрастам, что на первой у ваших гостях, что они придут на вторую, что на четвертую, и что на 19 площадок в городе. Здесь каждый выберет сам для себя. Поэтому я не буду открывать каких-то секретов, но тем не менее, вы знаете, отрадно то, что люди молодого поколения, 20 и старше, даже, может, и более раннего возраста, проявляют свой особый интерес к поэзии. Потому что я неоднократно и слышала, и была участником многих литературных проектов, которые делают ребята. Они читают и Блока, и Зинаиду Гиппиосу, и Есенину, и Ахматову. Будем проверку устраивать. Обязательно. Ты помнишь что-нибудь? Или что-то способствует этому. Да, или Симонова. Сначала я не поняла, что-то очень знакомое, на мой взгляд. Потом еще одно четверостишь. Я говорю, ну это же Симонов, жди меня, я вернусь. Ну просто, то есть темп исполнения, музыкальная подложка, она более современная. Совершенно иначе читается. Собственно, почему нет, да? Да, да. Мы каждый по-своему слышим звуки поэзии. Совершенно верно. Павел, чем вы все-таки собираетесь удивить город в этот день? Ну, хочется сказать то, что если литературный концепт дня города начинается в 12 часов, то спортивно-молодежный вариант... В 6 утра. В 10 утра начинаем. Ну, в 9 утра у нас пробежка, на первую очередь набережной. Ну и затем более чем на 26 площадках на первой очереди набережной начинается молодежное, субкультурное, большое мероприятие, фестиваль «Старт». Довольно-таки почетно проводить такое мероприятие именно в день города. Уже была возможность нам предоставлена в 13-м году, но в 15-м году мы подготовились еще сильнее, еще тщательнее. И программа будет еще более обширная, интересная. Ну, хочется что отметить. Во-первых, это новые площадки, помимо спортивных, творческих и экстремальных, допустим, видов спорта. В этом году будут представлены инновационные технологии, которые разрабатываются, что самое интересное, и презентуются у нас в Самаре. На красноармейском спуске будет установлен большой VIP-шатер, в котором можно будет вживую пройти 3D-сканирование, получить статуэтку себя, допустим. То есть, либо попробовать что-нибудь нарисовать 3D-ручкой, посмотреть, как летают летающие камеры, квадрокоптеры. И это только лишь малая часть того, что можно будет найти вот именно в шатре инноваций. Это вот в нашем, в новом году такая инновация. Ну, еще много всего интересного. С 10 утра до 22. А бегать вы будете тоже до 22, нет? Нет, бегать, ну, смотрите, основной забег в 10 утра, затем будет работать площадка и веселых стартов, и именно по функциональному бегу. В 26 этих площадках заложена вся, как правильно будет сказать, вся активность самарской молодежи, потому что фестиваль актуален, ведь потому что это молодежь. И сама молодежь хочет заниматься этим и пропагандирует те актуальные, интересные виды спорта, творческие направления. И так оно и есть, потому что мы собираем сильнейших представителей, ярких, активных кумиров, чтобы они уже показывали, как правильно, с активным образом жизни и приоритетами заниматься в будущем, заниматься с собой. Ну, и хочется также отметить то, что в этом году на мероприятии пройдет, ну, конечно же, церемония награждения, а перед ней пройдет вручение премии «Золотой пазл», где фестиваль «Старт» как раз-таки завоевал федеральную премию. Вот, так что приходите, будет довольно-таки интересно. Ну, и все завершится, конечно, уже вечерним концертом, где будут, ну, во-первых, КВН-марафон, и затем две самарские аутентичные группы представят свое творчество. Первая группа — Поли Вонс на иностранном языке, это инди-поп. Ну, и затем, пожалуй, одна из самых известных и эпатажных групп Самары — это группа «Комедос», возглавляемая Павлом Родонцем и Павлом Воробьевым. Это популярные, интересные ребята. Как поется в их песне, все будет хорошо. Все в таком нормальном контенте, литературному «Комедосу». Уточни, уточни, уточни. Мало ли, мало ли. Все может быть. На самом деле, если вы поняли, да, вот этот «День города» — это как книга, как перелистываются страницы. Я сделала небольшие просто акценты на литературе, на книге, на писателе, но по большому счету это очень громко, это очень ярко. Громко не в плане количества децибел, да, которые будут установлены на каждой площадке, на набережной в целом, только у Паши, и к 26, да, а громко с точки зрения яркости самого действия, важности донести до людей, которые придут в этот день и отметят день рождения, что у Самары действительно славное прошлое, замечательное настоящее и более еще яркое будущее. Потому что все, что делают сейчас вот ребята со своей командой, да, порой кажется это нам несколько непонятным, да, что такое комедосы и что такое ее, порой ты иногда ищешь потом перевод, да, что же это такое. Иногда вы говорите, что ли? Да, да. Но тем не менее всегда с уважением, они работают вполне автономно и справляются со всеми задачами, и уровень организационной культуры и культуры показа любого материала у команды Павла достаточно высокий. Ну, не без ошибок, конечно, но все у них впереди. Разные возрасты, разные поколения, от нуля до бесконечности. С первой по четвертую напережную. Кому, как, где будет интересно посмотреть кино, прочитать книгу, послушать книгу. В общем, все шансы для того, чтобы этот праздник города стал праздником для каждого из тех, кто придет сюда. Александр Никефорович, как известно, сегодня, ну, такова реалия времени. Читают мало. И взрослые, и уж тем более дети. То, что наш праздник будет посвящен именно году литературы, очень много подготовки со стороны библиотечной системы и так далее. Вы не боитесь, что в связи с этим неинтересно будет читать? Мне будет интересно. Во-первых, люди изголодались по чтению, по книге, по общению, как это ни странно, общаясь с гербельми, которые настолько окомпьютеризировались, что каждый ничего не понимает. Нет, ты понимаешь, книга дает совершенно уникальное состояние. Когда ты читаешь, она моя, она больше ничья. Никто сюда не залезет, никто за тобой подглядывать не будет. И самое главное, что книг в последние годы вышло, наверное, больше, чем за предыдущие 70 лет. Поэтому самарцы, которые подойдут к тем выставкам, которые подготовят библиотеки, они будут шокированы, насколько много интересных, ярких книг. Это и воспоминания. Это прекрасные фотоальбомы. Это сборники документов, которые раскрывают нашу самарскую историю, так как не говорили до этого никогда, по сути дела. Потому что впервые опубликованы будут очень многие документы, наверное, связанные с Первой мировой войной. Сборники документов, посвященные Самаре, советского периода. Поэтому, я думаю, все, кто неравнодушен к нашей истории, а это как раз те люди, которые сюда придут, все, кто будут участвовать в праздник. Да, все жители города Самары. Откроют для себя новые страницы истории Самары, порадуются, в каком культурном, замечательном городе мы живем, но мы порадуемся за то, что у Самары есть будущее. Здесь, понимаешь, как очень важно, Инночка, в этой ситуации понимать, что можно, безусловно, бесконечно долго слушать известные знаковые группы, коллективы, исполнители. Но день большой, да, и вот это, ну, даже подложкой не зовешь, некая большая интродукция к каким-то финальным аккордам дня города, она всегда должна наполняться каким-то глубоким достаточно содержанием. Ведь растут дети, растут ребята, и вот с ними разговариваешь, многие действительно вещи какие-то могут быть им неинтересны, что-то забывается, но интерес к истории своей просыпается, когда ты что-то увидела либо услышал. Это не скучно. Я уже и так сказала, что вовлеченным быть в любой процесс, игровой, создание чего-либо, музыкальной, песенной, танцевальной, или просто созерцательной, прийти, посмотреть, такая возможность у наших всех горожан будет. Они все равно будут чувствовать себя участниками, соучастниками. Конечно. Нам не хватает общения сегодня в нашем мире, очень, ну, не хватает общения. Нормального, хорошего, человеческого, без вульгарщины, без какой-то пошлости. И я верю, что этот праздник подарит очень многим людям как раз хорошее настроение и поможет избавиться от дефицита общения, по крайней мере, хотя бы на целую неделю. Ну, и потом, город же тоже будет еще жить своими программами. Шесть площадок в Красноглинском районе, проект отдельно в Кошелеве, Куйбышевский район, ДК «Нефтяник», парк «Победы», парк «Дружба», Ленинградска с хоровым песенным проектом. И много еще площадок встретит горожан в этот день. 50 дворовых мероприятий, которые организуют общественные советы, самостоятельные. Здесь порой не нужно никакого отдельного указания и приглашения. Отдача идет всегда с огромным удовольствием. Вот эта точка роста общения внутри своего двора, своего небольшого сообщества, она, кстати, за последние годы очень серьезно возросла. И имеет, ну, для меня, например, очень большое колоссальное значение. Вот у нас Александра Никитича, в чем тут был как-то звонок, да, 113-й. Мы посмотрели, что там по программе, что у нас будет. Конечно, сейчас мы немного усилим, чтобы сделать ярче. Ну, такая была к нам просьба, чтобы было поярче, поинтереснее. Конечно, мы поддержим эту инициативу. Чтобы даже те, кто не смог прийти на набережную, чувствовали себя необделенными. Вы совершенно правы в том, что, наверное, самое главное – это восполнение дефицита общения. Это освежить, можно освежить чувства свои к городу, ну, и получить массу приятных эмоций. Я благодарю вас за то, что пришли к нам в студию. Сейчас мы еще напомним нашим зрителям, какие мероприятия ожидают нас в эти праздничные выходные. Ну, будем готовиться к дню рождения Самары. Спасибо, что были с нами. До свидания. 13 сентября. Набережная. День города в Самаре. Первая очередь. Спортивная. Фестиваль молодежной культуры и спорта «Старт». Сдача норм ГТО и веселые старты для всей семьи. Вторая очередь. В год литературы. Творческая. Театральные подмостки. Фестиваль «Читающее детство». Книжная ярмарка «Читающий город». Снимаем кино. Компания «Самара». Литературный гостиной. Почетный гость праздника. Народный артист России Сергей Никоненко. Четвертая очередь. Грандиозные. Лучшие самарские коллективы. Знаменитый хор турецкого и фейерверк. Отпразднуем День города вместе с Днем города Самара. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова